Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Мы продолжаем играть в ферму. Карта NF марш. У нас наступил октябрь и продолжается уборочная. В сентябре ничего интересного не было. Вот сегодня, как видите, контрактиков много. И последние поля с корнеплодами, кукурузой, подсолнечником и все такое. Надо будет собрать, но это, друзья, потом. Сперва я хочу поставить две классных штуки. И я не знаю, почему мне на самом деле это стрельнуло в голову буквально 10 минут назад. Я хочу поставить коровник. Вот так вот, внезапно, да. И хочу поставить его именно вот на это место. У нас, друзья, здесь есть пара вариантов, которые идут с картой. Есть прям здоровенные на 1600 голов. Я не знаю, что такое кормушка и не кормушка. Поэтому давайте поставим без кормушки. Вот, но у него вроде как очень большой, очень плохо видно с большого расстояния. В общем-то, заборчик есть, который идет вдоль дорожек. Короче, в это место оно сюда не влезает. Поэтому я решил поставить на 1000 голов. Этого вполне себе должно хватить. Какой у нас тут красная крыша? Давайте с красной крышей, без вот этой вот кормушки. Вот так вот мы его развернем. Даже вот так вот, чтобы он был прям ровным. И впихнем его прямо вот сюда. Бздынь. Объект размещен. Давайте на него взглянем тогда поближе. Вот такое вот здесь пастбище коровье. Здесь будут наши коровята. Здесь у нас опять-таки жидкий навоз. А здесь у нас вот такой вот интересный проезд с выгрузкой корма. Я так понимаю, не только корм, еще и вода, и все остальное будет выгружаться сюда. Вот здесь и то ли вода... А, здесь вода, да. Вот еще молочко где-то должно быть. Сейчас найдем. Ага, солома у нас вот здесь. Не очень удобно, но ладно. Молоко у нас вот здесь. И что, задом надо будет заезжать за ним? Это не очень круто. Ладно, давайте возьмем пару коровок. Еще пару, давайте штук 300 возьмем. Нам нужны вот эти вот хольштейн. Я так понимаю, нам бык нужен, который будет с этими коровами всякими непосредствами заниматься. Давайте возьмем и коров, и телят, и всех по чуть-чуть. Давайте 60 коров, потом и еще 60 коров, потом и еще 60 коров. Это 180 коров у нас уже. 240, и давайте действительно 300, чтобы было, и пускай будет. Давайте возьмем еще 60 телят. Не знаю зачем, но пускай они будут. И я не знаю, наверное, штук 10 быков. Я не знаю, как это работает, поэтому посмотрим. Но надеюсь, они справятся. Давайте 10 быков купим. И вот они у нас в меню появились. Кстати, я давно не продавал наших поросяток. Они уже 30-месячные. Я вот все думаю, надо, наверное, мясокомбинат будет ставить. Тем более, если уже коровки появились, можно и курочек будет завести. Но это ладно. Итак, им надо возить моносмесь. Но в принципе, они на сене и траве тоже могут жить. Оно смесь у нас производится довольно геморройным способом. Плюс там еще минеральный корм надо. Поэтому, друзья, я решил сделать так же, как и с кормом для свиней. Моносмесь можно просто теперь купить на вокзале. В следующей версии карты, которая будет на сайте, эта функция появится для всех, кто качает ее с моего сайта именно. А эта версия, которая сейчас. Я, друзья, на бусте выложу маленький файлик. Напишу там, куда его вставить. Что там заменить. И у вас тоже появится. Ну, просто до того момента, как вот это вот все добро выйдет на ютубе, уже 100% ни одна и ни две версии изменится. Вот такая вот история. Поехали, друзья, запишем автодрайв там везде. Посмотрим, что к чему. Мне не очень нравится, конечно, история о том, что молоко надо будет добывать таким кощунственным способом. И парковка задним ходом там будет. Но, ладно, я думаю, мы это как-нибудь переживем. Еще мне не нравится надпись Daily Food 479 тысяч литров. Это как-то многовато. Но посмотрим. Наверное, имеет смысл им и травы тоже будут закинуть. Может, они как-то там разнообразно это все будут есть. В любом случае, посмотрим. И да. Надо еще, кстати, поставить сюда. Такую же хреновину для навоза, как у нас стоит около свинарника. Я так понимаю, но к коровнику не подключилось, да. Отключено только к фэтсвинарник. Поэтому надо здесь тогда поставить такую же. Это вот такая вот штука за 25 тысяч. Мы ее ставим просто вот здесь вот рядом с нашим коровником. Подходим к ней и она подключена к коровнику. Это замечательно. Да, сначала же надо все украшения сделать. Конечно же, как без этого. В принципе, наверное, особо мудрить ничего не надо. У нас тут, по-моему, была, во-первых, грязь. Вот такая, да? Да. Именно вот такая штука у нас была. Ну и давайте придумаем какой-нибудь хитрый план, как у нас тут будет проходить автодрайв. Учетом того, что им надо будет ездить сюда за соломой и сюда за молоком, точнее здесь выгружать солому, то, наверное, имеет смысл сделать какой-то проезд вот здесь. Поэтому давайте они вот так вот будут заезжать сюда. Я не помню, у нас, по-моему, вот здесь вот заезд. Ну и сделаем его тогда вот в эту сторону. Соответственно, поедет прямо, который разгружать будет еду. И тогда вот здесь вот налево поедут те, кто будут разгружать солому и забирать молочко отсюда. Я думаю, так пойдет. Далее. Для жидкого навоза здесь будет вот так вот такой отъезд, если так можно выразиться. Ну и, в принципе, для этого навоза, обычного сухого, тоже можно здесь вот так вот это все дело расширить. И пускай оно потом приезжает все в эту дорогу, чему бы и нет. Те, кто будут выезжать вот отсюда, тоже, соответственно, будут здесь поворачивать направо, выезжать на эту дорогу и будет подсоединено к этой сети. И у нас осталась еще вода, которая у нас, люди по всему, выгружается вот сюда. Честно говоря, как-то не сильно удобно это все сделано. Делать проезд вокруг не сильно хочется. Сделать проезд здесь с поворотом налево и тоже в ту сторону. Видимо, надо сделать вокруг. Давайте сделаем тогда вот так вот здесь дорогу. Немножечко кривую, но какая есть. А на самом деле мне почему-то больше нравится даже как вот кривые дороги выглядят. Как-то вот так вот. Как по мне, вполне норм. Видна рука художника, мать его. Ну и давайте тогда начнем рисовать маршрут. И у нас, как обычно, этим будет заниматься наша электрическая вот эта вот хреновина. Прицеп с топливом мы оставляем вот здесь и поедем сейчас кататься. Точки все будем называть коровник. Давайте начнем, наверное, с вот этих вот самых простых, которые идут на жидкий навоз и навоз. И вот так вот. Первая линия есть. Самая простая, в принципе. Давайте вот здесь вот сделаем точку тогда. Можно даже вот здесь. Коровник навоз она будет называться. Вот здесь тогда сделаем точку. Она будет называться коровник жидкий навоз. Пускай так. Ну а остальное надо тогда вести и делать. Начинаем запись тогда вот отсюда. Вот так вот. Вот это вот все дело тоже соединяем. Ну и проезжаем тогда аккуратненько через кормушку. Ну как-то вот так вот получается у нас с кормушкой. Я думаю, здесь триггер будет срабатывать. Поэтому точка у нас находится вот здесь. Было бы очень неплохо, если бы у нас триггер соломой ловился. Не заезжая туда. Например, вот здесь. Триггер молока, соответственно, тоже ловился как-то поближе. Вот здесь. Вообще на карте довольно большие триггера. Поэтому можно попробовать рискнуть. Сделать одну точку на молоко и солому. И я попробую это сделать. Не факт, что это будет работать, конечно. Но за спрос не бьют в нос. Будет хотя бы попытка. А вот здесь вот эту точку, например, сделать. Коровник, солома, молоко. Странно, конечно, но как есть. И вот сюда тогда выезд. Здесь он как раз вот есть. Немножечко запутанная схема. Вот так вот подправим. Пускай будет вот так. Это что за точка? Не знаю, но пускай она остается. Имеет смысл, наверное, вот эти вот две линии тоже соединить. Я ничего сильно придумывать не буду. Даже проезжать не буду. Просто проведем. Вот так вот и посоединяем. Все сделаем. Это тоже дело. Все второстепенная дорога. Это у нас для воды будет. Те, кому не надо будет в эту сторону, будут ехать просто прямо. И вот отсюда мы тогда делаем ответвление, которое будет ехать по кругу и развозить воду для наших коровок. А что-то здесь как-то с терроформингом не очень удачно получилось, на мой взгляд. Но да ладно. Давайте сделаем вот здесь точку коровник-вода. И все это дело у нас приходит вот сюда. И тоже подсоединено к нашей сети. Далее остается лишь сделать папочку, которая будет называться коровник. И в эту папку коровник нам надо запихать все точки, которые мы сейчас нарисовали. Вот так вот. И готово. Теперь у нас есть папка коровник, вода, еда, жидкий навоз, навоз и солома, молоко. И в общем-то неплохо было бы это, наверное, все затестировать, пока наши коровки не померли с голоду. Хотя вроде как время не идет, поэтому в теории они даже и не должны. Где прицеп я бросил? Давай, друг, едь паркуйся, ты свое уже отработал. Пока что. Так, сюда будем сейчас разбираться, сколько нам чего сюда надо. Корма влезает аж 600 кубов. При дневной норме в 479 это просто какое-то даже не смешно, если честно. Но ладно. Воды 500 кубов, соломы 400. Давайте начнем тогда с соломы. Попробуем отправить это все дело нашим фуражникам. Одну поездку он как раз сделает. У нас на складе тюков есть солома. Давай вези на коровник солома молоко и вези солому. Один раз, надеюсь, что там ты выгрузишься и все будет нормально. Если не выгрузится, соответственно, будем искать какое-нибудь положение, когда он будет выгружаться. И подправим тогда автодрайв. С водой и едой, я думаю, проблем быть не должно. Давайте мы одну фуру отправим. Посмотрим, сколько у нас воды есть. 943 куба воды у нас есть. Давай съезди 5 раз. На водоочистную станцию вода загрузка и на коровник вода выгрузка. И отвези, соответственно, воду. Давай тоже едь катайся. Ну и друзья, отправим тогда ман, который будет ездить покупать нам корм. Опять-таки, корм у нас доступен на закупке, на любой из двух. Мы отправляем на ЖД вокзал, потому что там удобнее подъезжать. И на коровник еда. Ну а возить тебе нужно тогда моносмесь. Ну и съездить тебе нужно 5 раз. Давай едь. А вот этому товарищу 4 раза. Хотя можно тоже 5 раз, там 600 кубов влезает. Поэтому давай тоже съездь, покатайся. Хотя нет, давайте мы 2 раза тебя отправим. Странно, они не жрут силос. Я был немножко удивлен. Давай тоже чуть-чуть съезди, отвези. И еще один ман мы отправим просто для тестов отвезти травы. У нас она на элеваторе есть, так что возьмем ее просто с элеватора. Сена у нас сейчас нету, но если что, мы сможем его заготовить. Это будет не проблема. Итак, а мы тогда переходим к нашему коровнику. Может быть солому уже почти привезли. Нет, солому только-только загрузили на складе. Сейчас отвезут. Да, друзья, время остановлено пока что. Но скоро разберемся. В общем-то 370 коровок у нас есть. 300 взрослых, 60 маленьких телят и 10 быков. Я взял, я не знаю, как это работает. В общем-то так, посмотрим. Моносмесь у нас покупается по 300 евро. Я поставил коэффициент 1 к продаже. Просто именно вот за что купил, за то и продаю. Может если мы посмотрим на корм для свиней, например. То он у нас продается дороже. Тут коэффициент 1,5 по-моему. По отношению к рыночной цене. Но это ладно. Просто, видимо, мы на смеси. Нам потребуется ну прям, ну очень много. И она пошла покупаться. Все работает. Это меня, конечно же, радует. Итак, смотрим. Сможет ли здесь выгрузиться наша GCB-шка. Она, по крайней мере, увидела триггер. Это хорошо. А то, что она увидела еще дверь и столкнулась с ней, это не очень хорошо. Это меня не очень радует. И нет, она здесь ни хренашеньки не разгружается. Блин, вот это вообще не круто. Конечно, сделано с этой разгрузкой задним ходом. Блин, нам вообще не сюда ее везти. Солому-то. Я же не тупой. Здесь же тюк соломы нарисован. Что у нас здесь еще за дверь? Ну это понятно. Выгрузка животных. Здесь солома. Но тюки, кстати, нарисованы. Может быть, она здесь в тюках только подается. Я в этом сомневаюсь, если честно. С учетом того, что у нас от автора идет склад для тюков. Который возит и переделывает все из тюков в россыпью и наоборот. Да, оно туда заезжает. Но заезжать надо прям глубоко. Не круто. Ладно, друзья. Тогда делаем задний ход. Увы, без этого нам не обойтись. Будет очень не здорово. На самом деле, если молоко тоже надо будет загонять фуру туда. Но ладно. Рисуем тогда маршрут для движения задним ходом. Да, немножко запутано по точкам получилось. Хрен я потом в траве здесь найду. Если надо будет отредактировать. Если это не будет работать. Но если что, тогда будем переписывать. Так, у нас два мана приехали на разгрузку. Один с одной стороны, а другой. А, один с травой. Все правильно. Цепляем тогда обратно этот самый прицепчик. Коровник солома добавляем отдельно. И тебе туда нужно просто лишь выгрузиться. Давай, едь, пробуй. Итак, с трава у нас приехала. Она выгружается. И тут тоже все не слава богу на самом деле. Крыша у нас с коллизией. И он решил не выгружаться до конца. Сбился, да? Зачем было здесь делать? Ааа. Попытка номер два. Ну, в общем-то, все, конечно, очень весело. Но если хоть так он будет сам разгружаться, то в принципе, это будет неплохо. Итак, с нас, конечно же, больше всего интересует вот этот товарищ. Потому что здесь самая сложная у него задача. Это заехать задним ходом к месту разгрузки. Маны там пускай делают, что хотят. Да, нормально. Он заезжает, он попадает. Он даже разгружается. Маны там просто в шоке. Да. Это просто гениально. Так, водичка у нас тоже приехала. Ну что ты, товарищ, застрял в крыше, да? Застрял и просто повис. Ну, как бы, все же нормально, да? Чувак, я надеюсь, у тебя все хорошо. Тут на самом деле, ух ты ж. А, крыша уже, прицеп на крыше, да? Так, водичка выгрузилась, водичка выгрузилась. Все прекрасно. Ну, значит, мы прицеп отсоединяем. Он остается у нас на крыше. Черт, если он там останется, я даже его готов использовать там, как памятник оставить. Так, значит, тебе. Тебе мы в настройках ставим автовыбор стороны разгрузки. Нет. И эту самую сторону разгрузки меняем на зерновую дверь. Нет, на скользящий пол. Ну, это, в общем-то, единственный адекватный способ здесь разгружаться. А, похоже, он видит препятствие в виде вот этого прицепа. Да, его здесь не оставишь теперь. Я на крышу-то хоть смогу залезть? Да, его отсюда даже и не достать. Какая дичь. Ну, ладно, пускай так висит. Тот завелся, по крайней мере, препятствие перестал видеть. Да, разгружаться он будет, значит, у нас просто вот таким вот макаром. По-другому, видимо, никак. Так, ты пока стой здесь. Мы с тобой потом разберемся, что делать с твоим другом, который на крыше застрял. И, кстати, больше навоза, жидкого навоза будет, потому что есть какие-то минимальные просадки у нас. Ты куда приехал? Опять разгружаться на коровник солома? Ты же парковаться должен был ехать. Что у тебя, дружище, случилось-то такое? Он двигается на место парковки. Ну вот, ты двигайся. Я тебя понял. Я же здесь не делал, как в других случаях, выезд адекватный, да? И, видимо, очень-очень зря. Блин, полдвенадцатого ночи, я потом, в общем-то, это переделаю. Ладно. Ты пока стой, ман, прибыл. Этот ман у нас, че, разгрузился, но дальше не едет. Кажись, ему что-то мешает. Ну ладно, с этим мы тоже потом разберемся, друзья. В общем-то, у нас появились коровки, они уже будут нам давать молочко, наверное, какое-то. А я, друзья, за кадром займусь уборочной и контракты поделаю. Контракты, кстати, есть у нас тут культивация, есть два посыпки извести, есть пара удобрений, ну и, в общем-то, уборки. Кукуруза, свекла, табак, подсолнухи, табак, лук, морковь, табак. Табака много получается. В общем-то, я это все дело за кадром поубираю. Плюс есть у нас еще наш поля. У нас созрела свекла на нашем вот этом объединенном четвертом, пятом поле. А также, друзья, ладно, давайте на карте просто посмотрим. У нас созрели наши подсолнухи. Сорок девятое, сорок третье поле. Почему он здесь не засеял по кантику, а? Там, где я пули дорисовывал. Он реально здесь просто не просеял. А, я не засеял это поле, я же его решил на кукурузу выделить, господи. Наоборот, убрано все, и я культиватором прошелся еще. Да, друзья, кстати, у нас тут засеянные поля уже есть, немножко по-другому. Я все переиграл. 38-39 у нас пшеница. Вот здесь вот у нас рожь растет на этой тройке полей. И на 46-м у нас растет полба. На 44-й засеем потом гречиху. Здесь оставим подсолнечник. На 42-м оставляем канулу, она уже тоже засеяна. И на это поле у нас пойдет кукуруза на большое. Ну и свеклу тоже, 5-е, 4-е засеем потом. У нас, кстати, есть еще два поля, 3-е и 12-е со свеклой. Я посмотрю, сколько урожая будет вот с этого вот маленького поля. И если его будет прям сильно-сильно мало, то, наверное, имеет смысл 12-е или 3-е поле просто купить, в будущем на нем сеять свеклу и собрать вот этот урожай, который сейчас там есть. Правда, он будет не очень хороший и подкосит нам эко-счет. Но что поделать, надеюсь, что будет не проблема. Вот, друзья, а после уборки мы тогда с вами встречаемся и думаем, что делать дальше. Строим сахарный завод, подводим итоги и так далее. Ну вот, друзья, и завершилась уборка, ну практически, да, завершилась уборка всех наших полей. Поле с подсолнечником, последнее, 49-е, убирается. Заканчивает соседнее, 43-е, было убрано буквально пару минут назад. Там работали другие два комбайна. Ну и свекла у нас тоже уже была убрана, поэтому еще пойдем посмотрим, что у нас получилось. Но я, кстати, уже видел, поэтому ситуация не сильно веселая. Ну, в общем, сейчас пойдем разбираться. Сейчас покажу вам, что вообще происходит у нас, где. И пойдем разбираться тогда, что к чему, что где, что как и что будет. Так вот этих ребят сейчас еще на базу отправим. Давай, друг, едь, можешь сначала заправиться. А ты просто пока едь, паркусь, пока отдыхай. У тебя работы сегодня еще много. Значит, на соседних полях, вот у нас на 48-м поле идет покос. Мы здесь клевер косим, соответственно, будем его потом собирать. Также соседнее, 47-е поле, большей косилкой нашей было уже скошено. И отсюда наша волковалка сейчас эту самую люцерну возит на базу. Тут все понятно. Далее, большая наша косилка сейчас ездит, я сказал тогда волковалка, да? Косилка, разумеется, косилка ездит и косит 45-е поле. Полтора часа ему еще работать, если верить курс плэю, ну и ладно. Далее, вот этот товарищ у нас тут ездит, возит корм нашим коровкам. Эпопея просто с этими выгружающимися в крышу товарищами мне не очень понравилось. Короче, пускай малыш ездит да катается. Единственное, есть, конечно, косяк большой с тем, что корма надо, по-моему, очень много. А если вот эти вот все наши товарищи еще расплодятся, то я боюсь представить, что будет. Также, друзья, уже получается, мы заканчивали где-то без 15.8. Прошел час 15, две отметки нового часа было за это время, поэтому у нас тут уже появилось 30 кубов навоза. Видимо, коровки же какают очень много. Но мы найдем его, куда девать, на самом деле. Жидкого навоза появилось, не показывает здесь. Вот здесь посмотрим тоже 38 кубов, так что этого добра у нас будет прям много-много. Ну и молочка у нас тут немножко появилось, 4 куба, пускай пока укупится. Также, друзья, у нас некоторые товарищи сейчас контрактики выполняют. Закончилась, во-первых, наша известь, то, что было два контракта, оба сделаны. Культивация большой Нью Холланд почти доделал. И два удобрения было сделано, и два удобрения сейчас вот в процессе поливалка наша 55-е поле поливает, удобрял козу химии 78-е. И ему тоже еще час 26 работает, там пускай работает. Далее, друзья, посмотрим еще на наш урожай. Подсолнечника на складе у нас 267 кубов лежит. Плюс кто-то же еще привезет, да? Да, 17 кубов еще у нас в пути. Будем считать, 285 кубов мы собрали. В принципе, довольно неплохо. Все это дело я отвезу на НПЗ. Когда останется работать меньше, чем на сутки, я линию отключу, чтобы как бустер она еще продолжала к нефти работать. Это касается канолы и подсолнечника. Вот канола у нас еще есть на складе, мы ее отвезем на НПЗ. Пускай перерабатывается. А вот свеклы собрали немного, 550 кубов. И, честно говоря, если мы сейчас поставим сахарный завод, то мне кажется, он у нас месяц отработает с таким количеством. Короче, не очень круто с этого поля получилось. Я уже говорил, у нас есть еще одно соседнее поле, поле 3, поле номер 3, да, где тоже растет свекла. Правда, я сомневаюсь, что оно в хорошем состоянии у нас находится. Но вполне себе можно его купить и собрать еще свеклы. 500 тысяч стоит, кстати, недорого. Наверное, мы так и сделаем. По эко-счету, друзья, мы везде поднялись. 99-98 на вот этих вот двух полях. Но на остальных тоже везде. 99-98. 48-ое поле я, видимо, забыл удобрить. Тут просадка пошла. Но да ладно, все равно общий 97, поэтому все нормально. Хотя урожай, видите, он косит и здесь нормальный урожай. Я его, наверное, удобрял, не выставив нормальное удобрение. Ну да ладно уже. В ближайшее время третье поле от нас никуда не денется. Я предлагаю, друзья, поставить сейчас сахарный завод и посмотреть хотя бы даже на расходность сахарной свеклы и уже потом делать какие-либо выводы. Давайте с этого и начнем. Предварительно только, друзья, я, наверное, хочу сохранить игру. А то с размещением заводов, вы знаете, у меня есть некоторые проблемы, некоторые сложности. Ставится он у нас вот на этот участок, но что-то мне есть подозрение, что его надо бы выровнять сначала. Вроде как на этот. Давайте убедимся в этом. Сахарный завод на территории завода, так это понятно. Участок номер 61. Миллион шестьсот стоит, зараза. А это ли у нас участок номер 61? Да, это вот этот участок, поэтому мы его покупаем за 105 тысяч. И да, друзья, наверное, имеет смысл его выровнять, потому что тут прям есть некоторые косячки. Здесь оно выровнялось, не знаю. Не сильно много денег на это ушло, но да ладно. Итак, производство. В самом конце у нас сахарный завод был. Долго я его искал, но потом в итоге нашел. Такс, и, наверное, вот так вот будет удобно отсюда его поставить. Как раз вот есть, можно рассчитать под дерево. Как-то вот так вот, наверное, он становится, но на самом деле похоже на правду. Давайте, наверное, все-таки поставим свободное размещение и сделаем бздынь. И мне кажется, это была плохая идея. Здесь ничего у нас не закрасилось. И автосохранение сейчас прямо ешкин кот. Ладно, давайте здесь погуляем, посмотрим на триггера. Если все нормально, то оставим так. Ну, вроде как они торчат над землей, вроде как здесь все должно быть нормально. И здесь, да, друзья, появилась еще площадочка. Не, надо было без свободного размещения это все дело ставить. Но уже ладно. А что мы это все закрашивать-то будем, а? Наверное, в асфальт мы это все дело закатаем. Здесь у нас асфальт. Вот у нас здесь асфальт как раз на подъезде. Давайте все это дело закатаем в асфальт, чтобы было красиво. Блин, ну, вроде как все закатал с большего. Наверное, здесь тоже имеет смысл немножечко пройтись. У нас здесь на территории сахарного завода ставится лаборатория и еще что-то, не помню что. Но здесь вот две территории выделены именно под постройку. Ну и вроде как здесь наступила красота. Блин, здесь тоже какой-то ландшафт, мне кажется, кривой. Ну ладно, потом будем эксперименты ставить. В общем-то, новое производство у нас появилось. Давайте для начала посмотрим, что оно умеет. Тростниковый сахар. На этой карте есть сахарный тростник, да? Я про эту культуру даже забыл совсем. Итак, свекла у нас идет на переработку в сахар. В две смены это все дело может работать. Сахар, вода, электричество, поддоны. Очень много побочных продуктов у нас выходит. Сахар это, насколько я понимаю, патока, резаная сахарная свекла, компост, известь, источная вода. Также из тростника это все дело тоже можно делать. Можно делать чисто патоку из сорга. Возможно, имеет смысл. А пока, правда, нам эта самая патока не сильно нужна. Поэтому сейчас мы эту линию запускать не будем. И тростниковый сахар вторая смена. Но тростник мы не выращиваем и выращивать, наверное, не будем. У меня нет желания им заниматься. Да и, честно говоря, с сезонами я даже не знаю, как оно работает. Не высаживается, кстати, да? На этой карте он есть. Я про него совсем-совсем забыл. Хрен его знает. Может, кстати, и посадим потом. Получается, друзья, сюда нужно еще прописать автодрайв. Вот здесь вот у нас будет выгрузка продукции на поддонах. Сюда мы поддоны загружаем пустые. Патока, насколько я понимаю, тоже здесь будет появляться в поддонах. Здесь у нас, насколько я понимаю, будет тогда известь. Здесь мы выгружаем свеклу и все остальное. Где-то должна быть еще выгрузка воды. В получении товара и жидкости, да, здесь мы будем выгружать воду. Ну и должен еще где-то быть коллектор для сточной воды. Вот он. Вот такая вот штука. Здесь, соответственно, будем забирать сточную воду. Ну, вроде как, все понятно. У нас тут еще один контрактик сделался. Мы его тоже принимаем. Но нам нужна вот эта вот штука. Кстати, еще один контрактик сделался. Тоже его принимаем. Кстати, да. Мы же хотели посмотреть, имеет ли смысл покупать поле. Давайте предположим, что он у нас будет работать в одну смену. В две смены, соответственно, в два раза больше у него будет потребление. Поэтому мы это просто можем увидеть. 120 кубов в сутки это дело может перерабатывать. И 1 миллион 440 кубов, литров, простите, свеклы в год. Соответственно, почти 3 миллиона литров свеклы мы можем переработать, если будем работать в две смены. На самом деле имеет смысл, наверное. Поэтому, друзья, мы действительно купим еще одно поле и завезем. Собака, ты почему так далеко от дома постоянно, а? Совсем страх потеряла. Так, мы берем нашего маленького вот этого вот электротрактора и едем записывать автодрайв на сахарном заводе. Итак, предположим, что вот здесь вот у нас въезд. С обратной стороны будет выезд. Как бы это все дело грамотно нам сделать? Наверное, имеет смысл просто сделать круг вокруг завода по кругу. Где у нас тут вообще ближайшая? Вон, есть линия одна. Недалеко, хорошо. Если мы проедем вот здесь, вокруг завода. То есть, выгрузку поддонов подцепим. Выгрузку жидкости подцепим на эту линию. Далее, проедем, здесь будет выгрузка свеклы у нас. И здесь погрузка извести, загрузка с точной воды сделаем. Именно уже ответвление можно будет сделать. Здесь, как ответвление, можно будет сделать погрузку поддонов на продукции. И здесь, соответственно, вот здесь выезд тогда будет. Давайте так и сделаем, и правда. Надеюсь, фуры здесь будут нормально ездить. Единственное, что у нас здесь. Здесь у нас идет некрасиво. Это у нас здесь был какой-то выезд. Наверное, имеет смысл его вообще весь стереть. Вот эти точки мы оставим, и потом сделаем здесь, наверное, двухсторонний заезд. Хотя, не стоит. Давайте это дело тоже сотрем. И сделаем все, чтобы было здесь красивенько. Вот эти вот точечки мы возвращаем на место, конечно же. Случайно все стерлось. Ну и, в общем-то, начинаем тогда все это дело записывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, друзья, что-то вот в этом духе у меня получилось. Все, что рассказывал, то, как запланировал, так и сделал. В принципе, это все должно работать. Единственный такой момент довольно неприятный здесь будет, но, в принципе, пофигу. А товарищ, который будет привозить сюда поддоны, он будет сюда заезжать, выезжать на этот круг, делать целый круг вокруг завода. Только здесь сможет выехать разгрузиться, и ему придется еще делать целый круг вокруг завода, чтобы выехать. В принципе, можно, наверное, было бы сделать вот здесь такую линию, которая будет его отсюда выводить. Точно так же сделать небольшой полукруг, но не хочется делать никаких таких встречных линий. Пускай он лучше круг сделает, но это все будет безопаснее и с меньшей вероятностью каких-то, я не знаю, ДТП. Далее. Вот это вот дело мы соединяем тогда вот здесь. Ну и вот это дело у нас тогда должно быть здесь двусторонним. В принципе, здесь тоже можно сделать это все дело двусторонним, чтобы они просто уступали дорогу друг другу. Ну и надо сделать еще у нас, конечно же, заезды-выезды. Сейчас мы это все так не хочет, оно так делается. Ой, черт, вот это я зря соединил. Сейчас все сделаем. Вот такой вот выезд будет у нас один в одну сторону. И, соответственно, вот сюда тоже сделаем выезд. Вот такой. Вот пускай вот так вот и будет. Соединяем все обратно. И, друзья, да, это должно быть у нас обязательно тоже двусторонними маршрутами все обвязано. Поэтому делаем это все двусторонним. Это все будет с синенькой линией. И то же самое делаем с другим въездом. И въездом, и выездом. Соответственно, вот эта вот штука у нас тоже двухсторонняя. Вот тут у нас двусторонняя. Так, я начал стирать, я понял. в обратную сторону все соединяем дать еще наверно вот это вот тоже соединим и вот отсюда мы сделаем выезд на правую полосу отсюда тоже соединим что понять прям заранее останавливались отсюда он будет съезжать на соседнюю полосу возвращаться в свой ряд с обратной стороны нужно сделать абсолютно ту же самую историю делаем вот здесь у двухсторонний делаем вот здесь съезд на эту самую соседнюю полосу здесь пускай тоже будет 1 2 2 даже 2 вот так вот и в теории это все должно будет работать как обычно и друзья создаем новую папочку конечно же сахарный завод и в эту самую папочку нам нужно перекинуть все точки которые мы сделали их у нас получилось 6 штук в сахарный завод то есть 6 точек у нас здесь находится сейчас мы и запустим все это дело единственно кажется электричество наверно сейчас сразу не придет она же нам здесь надо да электричество у нас здесь требуется но придет чуть попозже у другой стороны час время мотнем да и все так друг ты давай едь паркуйся можешь как раз сделать кружочек вокруг нашего нового завода покататься там а мы друзья пойдем заполнять тогда то что на он даже кружочек не пойдет делать потому что здесь отличный выезд хорошо что нам надо сюда привести воду свеклу и поддоны начнем друзья наверное с воды товарищ который на коровник это все дело возил 300 кубов у нас сюда влазит она водочистной станции есть 600 кубов отлично раз 300 влазит то давай шесть раз съезде и отвези забивай полностью сахарный завод выгрузка воды у тебя будет давай погнал чиниться так чиниться я не против далее товарищ который поддоны повезет давай это будешь ты сколько туда влазит этих самых поддонов блин как много заводов уже стало у нас 200 кубов туда влазит это прям много сколько у нас есть здесь у нас здесь 300 кубов я такое чувство скоро надо будет уже вторую смену поддонов запускает на лесопилке но да ладно давай пока один разик съезде поддоны кстати еще на столярке если что можем делать так сахарный завод выгрузка поддонов один раз давай едь вези и друзья свеклы надо еще отвезти давайте вот ты у нас будешь заниматься мы 550 кубов собрали это как раз давайте на 9 поездок почти все мы туда отвезем точнее все мы туда и отвезем сахарный завод выгрузка свеклы и возить ты будешь свеклу все давай только не тот режим я тебе поставил во время заметил это хорошо что во время заметил ну и погнали тогда подождем кстати техобслуживание этих обслуживания обслуживания здесь не надо в очередной раз хорошо погнали тогда на тот заводик и просто подождем посмотрим чтобы разгружали здесь товарищи чтобы все работало вот с этим вот триггером с выгрузкой возможно точку придется передвинуть потому что я не знаю с какой стороны у нас появляются здесь поддоны появляется продукция но и что потом подстроим все это не проблема также как я говорил сюда мы можем поставить еще лабораторию она ставится вот на это место лаборатория нам будет делать силосную добавку и еще какую-то хреновину а дрожжи дрожжи нам кстати понадобятся силосная добавка делается из патоки также кстати из молока ее можно делать поддон и картон вода электричество и может быть сразу пихнуть сюда эту штуку а также друзья ферментатор солода нас здесь ставится наверное вот этой стороной правильно будет вот таким вот образом пшеничный просе но ячменный солод делать это потом в будущем на пивоварню у нас пойдет но это друзья уже все в следующем году у нас три миллиона на балансе осталось в следующем году друзья я планирую заняться пивком и опять-таки надо будет поставить ферментатор солода возможно кстати имеет смысл поставить лабораторию делать силосную добавку из молока потому что молока какое-то количество мы будем получать если будем переделать его в силосную добавку она дорогая можно будет в общем-то на что-то иметь плюс патока здесь есть можно будет вырастить сорга и тоже в это все дело по играть может бумагу продать значит хорошая цена на бумагу и и есть 440 кубов у нас это кстати неплохое количество первый приехал у нас который поддона привез товарищ смотрим чтобы он разгрузился и уехал отсюда пока посмотрим поля итак друзья как я уже говорил в следующем году хочется заняться пивом для этого надо будет вырастить пшеницу ячмень и просо для того чтобы вот этот солод получить а также нужен будет хмель поэтому неплохо наверное было бы обзавестись какими-то четырьмя относительно большими полями если мы возьмем вот эту вот пару полей под объединение это 600000 принципе можно будет взять вот эту пару полей вот это поле хотя бы 153 миллион сто многоватенько здесь мы уже все выкупили вот эти два поля меня не сильно интересуют они такие какие-то кривоватые 78 конечно хороший вариант 750 тысяч миллион триста тоже интересные варианты не знаю и так с поддона у нас выгружаются хорошо ман приехал который привез свеклу но он тоже в теории здесь должен нормально выгружаться да он здесь тоже выгружается тоже прекрасно блин это получится надо будет и лабораторию точно ставить потому что дрожжи как вы вроде как для пива нужны если так логически подумать и денег у нас сейчас на пиво скажем прямо нету не на все поля которые надо будет ставить надо будет выращивать надо будет собирать не на все предприятия которые для пива потребуются наверное друзья мы с вами тогда это у нас какая 41 серия до примерно получается два сезона тогда еще отыграем девятый десятый год выйдем в пиво это будет примерно 50 серий на этом наверно эту карьеру и закончим тогда наверно тогда план будет такой все этот отсюда отлично уезжает этот тоже уезжает и вольво у нас еще едет с водой кстати они возможно сейчас здесь и встретиться и посмотрим чтобы они уступали друг другу дорогу потому что это выехать отсюда точно не успеет а до вольво вот она остановилась и ждет пока проедут я не знаю за сколько-то точек они предварительно здесь останавливаются чтобы пропустить друг друга все этот проехал синюю линию видите вольво тронулась с места вот это так везде должно работать это прекрасно значится друзья на этом тогда мы эту серию закончим поставили коровник поставили сахарный завод в принципе много всего сделали водичка сейчас разгрузится и все вообще будет хорошо поставили коровник поставили сахарный завод такие у нас коровники корочки здесь есть классные что мне надо будет сделать до следующей серии встретимся мы с вами наверное уже на посевной а весной за сегодня доделываю контракты все урожаи которые будут а мы же хотели еще третье поле купить со свеклой давайте его купим а ты не купить все будет там свекла поле будет конечно же ужасная по эко счету 24 кошмар да кстати не все так плохо если там все удобрено внезапно окажется хотя вряд ли так вот друзья встретимся в общем то мы как я уже и сказал тогда весной зимой обслуживаю производство добиваете контракта если что-то надо будет продать то я это дело продам также у нас сейчас очередной повод забить силосную яму будет потому что мы опять таки травы там под нас собирали чего у нас тут вообще и вас силоса 10 миллионов лежит боже продадим будем богаты значит мои слюсерный миллион шестьсот у нас есть клевера 600 кубов еще сейчас немножечко соберем есть травы 2 миллиона есть три миллиона сечки наверное траву и сечку мы сейчас все запихаем силосную яму 5 миллионов короче говоря январю наверное все успеем переделать покосов больше не будет еще кстати травы же соберем 45 поля поэтому силоса на продажу будет прям очень много я потом посчитаю оставлю посчитаю ставлю сказал да посчитаю и оставлю все правильно что меня голова друзей не варит о фуражник прибыл на парковку отлично что это значит что он поедет сейчас работать дальше в тон поле 47 убрал поедет убирать поле номер 48 со стартовой точки давай ей собирай так вот силоса будет прям много плюс еще если что-то будет интересное на продажу мы это продадим а там вроде как амбала было по довольно интересной цене хотя она уже подешевела пока я тут записывал это все дело и она прям вообще не интересная цена в любом случае в этот день она еще может подрасти наверное друзья знаете что надо будет сделать забить вообще на вот этот триггер лучших цен и просто вот наступает октябрь и вот тупо то что продается в октябре у нас пофиг по какой цене но продавать здесь в октябре например рыбу продавать все в марте то что в марте идет хотя ничего не значит да вот эти надписи марта сейчас октябрь и у нас прям хорошая цена в хоз маги на бумагу и мы кстати продадим 400 тысяч получим деньги нужны кажется много миллионов да вот с нашими планами надо еще больше денег надо больше денег еще больше денег при том что на одних контрактах которые я уже вот меня начинает уже от них тошнить времени уходит много но если мы посмотрим историю финансовую за последние дни то доходы по контракт ну летом до уборочной полтора миллиона миллион много зарабатываем у нас уже большие расходы пошли на обслуживание техник а но это ладно те кто у нас контракты убирали строительство миллион триста два миллиона новый скот 700 тысяч до 700 тысяч на коров потратил кошмар ужас и мартизация недвижимость уже больше ста тысяч на производство 160 ужас денег уходит много в общем то друзья надеюсь с большим балансом мы с вами встретимся уже весной в этот период конечно же будут еще какие-то минимальные стримы наверно а может и не будет а может чистый для спорта короче я ничего обещать конечно не буду но всякое может быть но и сегодня контрактики денег тоже каких-то мы поднимем все девятое поле подсолневки и остаток будет хороший прекрасно вот так что друзья я занимаюсь контрактами я занимаюсь нашими производствами ничего не не строить я уже такого не буду здесь до весны так что ничего интересного для вас за это время не будет что у нас сорняки выросли что ли черт еще все поля наши поливать надо 46 34 35 36 38 39 кошмар ну ладно ничего пополиваем времени у нас много еще до конца дня на этом тогда друзья у меня на сегодня все всем огромнейшее спасибо за просмотр лайки комментарии не забываем спонсором огромнейшее спасибо за поддержку если вы друзья хотите смотреть серии заранее скорее всего карьеру же отснята до конца на бусте то в общем то можете там это сделать может быть там какая-нибудь новая карьера уже началась а может быть даже что нибудь эксклюзивненькое пока что не знаю как там у нас будет дальнейшем в общем-то до встречи в следующей серии всем еще раз огромное спасибо за просмотр с вами был никита дела и всем пока в следующей серии